Написание игр это увлекательное и в то же время очень познавательное занятие. Давайте рассмотрим реализацию игры Flappy Lambda. В этой игре мы управляем персонажем, символом лямбда, который летит по бесконечной вселенной. И должен протиснуться в узкие ворота, расположенные на пути. Наше управление состоит из одного действия – подпрыгнуть. Количество очков, набранное в игре, это количество ворот, которые мы успешно пролетели. В этой игре нам необходимо реализовать генерацию вселенной, а именно генерацию ворот на пути персонажа. Ворота находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, но могут находиться на случайной высоте. Мы можем выбрать представление ворот во вселенной и должны реализовать функцию инициализации ворот и функцию обновления ворот. Последнее принимает на вход время, прошедшее с последнего кадра, и предыдущее состояние ворот. В какой момент и в какой функции нам стоит генерировать новые ворота? Можем ли мы сгенерировать всю игровую вселенную сразу? Могут ли наши функции остаться чистыми, несмотря на случайную генерацию? Чтобы найти элегантное решение для реализации нашей игры, мы рассмотрим несколько упрощенных ситуаций. Но для начала давайте вспомним, как работает вычисление функций в Haskell. Рассмотрим функцию f, принимающую значение типа bool, два значения типа a и возвращающую значение типа a. Если значение первого аргумента true, функция возвращает второй аргумент, иначе третий. Например, f true 1 2 вернет 1, а f false привет мир вернет мир. Заметим, что сопоставление с образцом происходит только для первого аргумента. В Haskell это означает, что для вычисления функции f необходимо вычислить лишь первый аргумент. Будут ли вычисляться остальные аргументы, зависит от значения первого. Например, если мы попытаемся вычислить f true 1 2 разделить на 0, то получим 1. Деление на 0 не произойдет, потому что вычисление этого выражения не нужно для получения результата. Порядок вычислений, при котором выражения вычисляются по необходимости, называется ленивым. По сравнению с энергичным порядком вычислений, при котором все аргументы вычисляются перед тем, как применить функцию, ленивый порядок имеет ряд преимуществ. Например, ленивый порядок вычислений позволяет определять управляющие конструкции, которые должны быть встроены в языках с энергичным порядком вычислений. И в самом деле наша функция f не что иное, как оператор if. Несмотря на то, что в Haskell присутствует специальный синтаксис для if-then-else, это не более чем синтаксический сахар для функции if-then-else. Многие языки с энергичным порядком вычислений все же предлагают ленивость в одном случае – для вычисления логических операций. Действительно, во многих языках выражение x и f от y не будет вычислять функцию f, если x ложно. В Haskell нам не нужно дополнительное правило для логических операций, ведь мы можем определить ленивый i самостоятельно. Заметим, что поскольку сопоставление с образцом происходит только по первому аргументу, операция i ленива по второму. Это значит, что когда мы вычисляем функцию i, только первый аргумент должен быть вычислен. В Haskell ленивый не только функции, но и структуры данных. Например, мы можем построить кортеж, содержащий 1 и 2 разделить на 0. До тех пор, пока нам не понадобится второй элемент этого кортежа, он не будет вычислен. Например, мы можем спокойно получить первый элемент, используя функцию fst. Вместо деления на 0 мы могли бы использовать просто очень объемное вычисление. Например, факториал миллиона. В этом случае получить второй элемент можно без ошибки, но придется довольно долго подождать. Дело обстоит намного интереснее с рекурсивными структурами данных, такими как список. В Haskell у списка есть два конструктора. Конструктор пустого списка, который просто возвращает пустой список. И конструктор не пустого списка, который принимает на вход голову, хвост и составляет новый список. Конструктор не пустого списка ленив и не вычисляет свои аргументы до тех пор, пока они кому-то не понадобятся. Например, функция length вычисляет длину списка, но для этого не использует значения в списке. А значит, мы можем вычислить длину списка 1, 2 разделить на 0, 3, не выполняя деление. Теперь представьте, что мы хотим вычислить в серии числа в списке четные. Для этого мы можем сначала проверить четность каждого числа, используя функцию mapEven, а затем проверить, что для всех чисел мы получили true. Реализуем функцию end, проверяющую, что входной список состоит только из true. Если список пуст, мы возвращаем true, а если список не пуст, мы используем операцию i для головы и рекурсивного вызова от хвоста списка. Поскольку i ленив по второму аргументу, нам не придется вычислять хвост списка, если глава списка false. Например, для списка чисел 0, 1, 2 разделить на 0, 3, результат применения mapEven будет выглядеть так. Функция end будет перебирать значения по очереди, и как только дойдет до even1, вычисление прекратится, поскольку 1 – нечетное число. Таким образом, деление на 0 опять не произойдет. Определим вспомогательную функцию take. Эта функция будет брать из входного списка заданное количество элементов, или все элементы, если список короче нужной длины. От пустого списка мы возвращаем пустой список, а от непустого берем элемент, если n больше 0, иначе возвращаем пустой список. Ленивые конструкторы списков позволяют не только не вычислять значения в списке, но и не вычислять целый хвост списка, когда он не нужен. Это значит, что хвост может быть любой длины. Например, определим список once, состоящий из единиц. Глава этого списка один, а хвост – сам список once. Из-за ленивого порядка вычислений once не будет вызван рекурсивно до тех пор, пока очередная единица не понадобится вызывающей стороне. Например, мы запросто можем получить первые пять элементов списка once, используя функцию take. Конечно, намного полезнее иметь список с различными значениями. Например, на практике часто используются диапазоны чисел, скажем, целые числа от единицы до десяти. Мы можем реализовать функцию fromTo, принимающую на вход два числа и возвращающую диапазон чисел между ними. Если n меньше m, мы начинаем список с n и вычисляем хвост списка рекурсивно с n плюс 1. Иначе мы получаем пустой список. Теперь мы можем получить список чисел от 1 до 10, вычислив fromTo 1, 10. Благодаря ленивости мы можем также определить открытый диапазон чисел. Например, мы можем реализовать функцию from, принимающую число n и возвращающую список чисел от n до бесконечности. Реализация функции from похожа на реализацию fromTo, но теперь нам не нужно проверять условия n меньше m. Мы можем реализовать fromTo через from, используя функцию take. Действительно, диапазон чисел от n до m – это первый n минус m плюс 1 элементов списка from n. Диапазоны часто нужны в программировании, и поэтому Haskell предоставляет удобный синтаксис для их создания. Диапазон чисел от n до m можно записать в виде списка n две точки m. Открытый диапазон чисел от n можно записать в виде списка n две точки. Также существует синтаксис для арифметической прогрессии с шагом отличным от единицы. Список n, k две точки m создаст диапазон чисел от n до m с шагом k минус n. Список n, k две точки создаст арифметическую прогрессию чисел от n с шагом k минус n. Реализация функции fromTo через from и take показывает, что ленивость позволяет разделить генерацию и обработку данных, не теряя в эффективности и не вводя новых сущностей. Это именно то, что нам нужно для реализации нашей игры. Действительно, вместо того, чтобы встраивать генерацию случайных чисел в чистую функцию обновления, было бы здорово построить бесконечный список ворот при инициализации и использовать только те ворота, которые находятся на экране в данный момент. И ленивый порядок вычислений позволяет нам это сделать. В качестве представления для ворот выберем кортеж, содержащий относительное положение и высоту ворот. Для первых ворот положение будет означать расстояние от персонажа до ворот, а для остальных расстояние от предыдущих ворот. Поскольку расстояние между воротами постоянное, мы можем инициализировать ворота, зная лишь их высоту. Чтобы построить игровую вселенную, нам нужно получить бесконечный список высот ворот. Чтобы высота была случайной, нам необходимо использовать модуль для работы со случайными значениями SystemRandom. В частности, нас интересует функция RandomRS, которая может сгенерировать бесконечный список случайных значений в заданном интервале. Функция принимает на вход границы интервала и генератор. На выходе мы получаем бесконечный список случайных значений. Заметим, что функция RandomRS чистая. Генератор, которым мы передаем функцию на вход, на самом деле является генератором псевдослучайных чисел, вычисление которых не требует побочных эффектов. Но мы знаем, что без побочных эффектов мы не можем получить настоящее случайное поведение. И в самом деле, побочный эффект нам требуется, но только при создании генератора. Функция newestadgen из модуля SystemRandom создает новый генератор, используя побочные эффекты. Мы не будем сейчас вдаваться в подробности работы этой функции и работы с побочными эффектами в Haskell. Пока нам достаточно знать, что генератор может быть создан кем-то и передан в нашу чистую функцию инициализации ворот. Таким образом, наша функция инициализации ворот принимает на вход генератор случайных значений и возвращает бесконечный список ворот. Для этого она применяет функцию инициализации каждой случайной высоте, полученной при помощи функции RandomRS. Теперь нам осталось реализовать функцию обновления ворот. Если ворот нет, то список остается пустым, на случай, если список ворот был конечным. Если ворота находятся слишком близко, мы удаляем их с списка, делая рекурсивный вызов для оставшихся ворот и оставшегося времени. Иначе мы просто пододвигаем ближайшие ворота. Отлично! Теперь наш персонаж может перемещаться по бесконечной игровой вселенной и все благодаря ленивым вычислениям. Чтобы завершить игру, нам нужно реализовать функцию, определяющую столкновение персонажа с воротами. Функция столкновения с одними воротами уже есть. Реализуйте функцию Collision, определяющую столкновение персонажа с воротами на экране. Функция принимает на вход потенциально бесконечный список ворот и состояние игрока. Ссылка на проект с игрой Flappy Bird находится в описании под видео. Успехов!